здравствуйте как ваше настроение вы готовы потрудиться вместе со мной тогда начнем вспомним о чем мы говорили на прошлом уроке верно мы говорили о расположении спереди сзади справа и слева давайте посмотрим где находится мой стол мой стол находится впереди меня давайте посмотрим что находится справа от меня справа от меня находятся светильники кейсы и собака а еще книги давайте посмотрим что находится слева от меня слева от меня находится доска давайте посмотрим что находится сзади меня. Сзади меня находится дом. Замечательно, ребята! А теперь покажите ваши пальчики. Будем сгибать пальчики и считать их. А теперь будем разгибать пальчики и считать в обратном порядке. 5, 4, 3, 2, 1. Замечательно, ребята! А давайте посмотрим теперь, все ли пальчики у нас одинаковой длины. Конечно, нет! Посмотрите, мизинчик самый короткий, средний пальчик самый длинный. А как мы с вами это поняли? Конечно, мы соединили все пальчики вместе и сравнили их длину. Замечательно! Дети, посмотрите, что у меня есть. Карандаши. Скажите мне, пожалуйста, они одинаковые или разные? Разные. Правильно, разные. А чем они отличаются? Конечно, они отличаются цветом красный и зеленый и размером длинный и короткий. Кто догадался, какая у нас сегодня тема урока? Правильно, длинный и короткий. Чтобы сравнивать предметы по длине, есть два способа. Первый называется приложение. Мы прикладываем один предмет к другому, выравнивая у них один край. Сравните, пожалуйста, свои карандаши. Как вы думаете, они одинаковой длины или разной? Для того, чтобы это узнать, мы приложили один предмет к другому и выровняли концы. А есть второй способ. Это когда один предмет накладывают на другой. Берем один карандаш и на него накладываем другой. Делаем так, чтобы концы совпадали. Видим, что один карандаш длиннее, а второй короче. Замечательно, ребята. А еще у меня есть две полоски. У вас тоже есть две полоски. Возьмите их, пожалуйста. Сравните полоски. Что вы заметили? Как вы думаете, какая из этих полосок длиннее, то есть больше, а какая короче, то есть меньше? Как же проверить справедливость вашего мнения? Давайте попробуем два способа. Первый способ приложения. Прикладываем одну полоску к другой. Выравниваем один конец. Замечательно. Если противоположные концы совпадут, значит полоски одной длины. Если не совпадут, то длиннее та полоска, у которой осталась лишняя часть. Посмотрите, ребята, у какой полоски есть лишняя часть. Конечно, у меня у синей полоски. Давайте попробуем второй способ. Накладываем одну полоску на другую. Смотрим. Подровняли край. Какая полоска осталась с лишней частью? Конечно же, голубая. Замечательно, ребята. А теперь посмотрим на экран. Какая это сказка? Верно, красная шапочка. Как вы считаете, кто придет в домик к бабушке первым? Волк или девочка? Почему вы так считаете? Конечно, дорожка волка короче. Молодцы, ребята. Посмотрите на экран. Вы знаете этих принцесс? Конечно, это Рапунцель и Белоснежка. Посмотрите, пожалуйста, у кого из них волос короче, а у кого длиннее? Умнички! У Рапунцель длиннее, а у Белоснежки короче. Ребята, какая машина длиннее? Первая или вторая? Конечно, первая, вторая короче. Как зовут этих девушек? Замечательно! Моанна и Аврора. Обратите внимание на их одежду. Про какой наряд можно сказать короткий? А про какой длинный? Моана в короткой юбке, Аврора в длинном платье. Знаете породы этих собак? Такса и Чихуахуа. Длинная такса, короткая Чихуахуа. Замечательно! Змея и гусеница. Кто длиннее? Конечно, змея. Два ключа. Длиннее верхний или нижний? Конечно, нижний. Теперь давайте отдохнем и сделаем зарядку. Внимательно меня слушайте и выполняйте движения. Встанем и начинаем. Раз подняться, подтянуться. Два согнуться, разогнуться. Три в ладоши, три хлопка. Головою три кивка. Четыре руки шире, пять руками помахать, шесть удобно сесть. Замечательно, ребята! А давайте теперь сделаем двух гусениц из пластилина. Одну гусеницу мы сделаем короткой, другую гусеницу длинной. Для того, чтобы слепить двух гусениц, нам понадобится пластилин разных цветов. Мы будем от пластилина отламывать кусочек, разминать его и скручивать при помощи ладошек круговыми движениями вот такие шарики. Замечательно! Берите свои цвета пластилина, скатывайте из них шарики, а потом мы будем формировать нашу гусеницу. Одну и вторую. Замечательно, ребята! Вот столько много кругляшков у меня получилось. Для того, чтобы сделать гусеницу, нужно взять цвета, которые вам понравились. Например, желтая у меня будет головка, потом я прикреплю зеленый цвет и дальше фиолетовый. На желтый кругляшок нам нужно скатать два маленьких кругляшка и сделать из них глазки. Приклеиваем, берем какой-нибудь пластилин темного цвета и делаем зрачки нашей гусеницы. Также берем маленький кусочек пластилина, скатываем из него два кругляшка и немножко расплющиваем. Помните, как мы делали с вами веревочки? Это будут усики нашей гусеницы. Отлично! Теперь формируем вторую гусеницу. Головка у меня будет оранжевая. Дальше я поставлю голубой цвет, розовый, белый, зеленый, коричневый и красный. На нашей головке также прикрепляем два маленьких белых кругляшка к глазки. И на этих беленьких кругляшках делаем зрачки из темного пластилина. Берем маленький кусочек пластилина, скатываем две колбаски и делаем из них гусеницы-рожки. Вот такие две гусеницы у меня получились. Одна длинная, а вторая короткая. А на следующий урок, ребята, нам понадобится цветная бумага, клей, карандаш, белый лист, ножницы. Будем делать аппликацию «Домик». До скорых встреч, ребята! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!